Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Не дом, а газовая камера. В Нижегородской области от отравления бытовым газом погибли три человека. Коррупция в России неискоренима, и Владимир Путин не сможет ее одолеть. Об этом сказали 44% опрошенных Левадо-центром. Огонь без предупреждения сможет открывать нацгвардия при непосредственной угрозе гражданам или самим военнослужащим. Трагедия в Нижегородской области. Погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. Три человека погибли, скорее всего, от угарного газа, от домоходов. С 15 октября у нас отключили колонки. И вот до сих пор мы всю зиму живем без горячей воды. Эти дома стоят здесь, в городе Лысково, более 30 лет. И вот местные власти решили менять домоходы. Мало того, что люди полгода были без горячей воды, новая вытяжка оказалась опасной для жизни. Как раз им сделали в эту квартиру, в 22-ю. Это квартирный домоход. Не эту трубу, а в квартире. Домоход. Вот стены и до колонки. И вот они, наверное, подключили. Стали мыться, наверное. Жильцы 22-й квартиры – молодая семья с 12-летней дочерью. Когда девочка не пришла в школу, а мать на работу, их хватились. Вызвали полицию. Взломали дверь. При вскрытии квартиры были обнаружены тела трех погибших людей. С целью установления причин смерти назначена судебная медицинская экспертиза. Мужчина лежал в проходе, как идти на кухню. Ну, тут дверь, туалет, ванна, а там кухня. Вот в этом проходе. Жена лежала, значит, на диване. Тут в комнату. Девочка на другом диване. Когда в квартиру проникли, газовая колонка работала. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи. Теперь, скорее всего, у них появятся вопросы к обслужующей компании. Трагедия в Нижегородской области – далеко не единичный случай гибели людей от отравления газом. В январе мы рассказывали об аналогичной трагедии в Башкирии. В городе Бирске пять человек, в том числе трое детей, умерли во сне, отравившись газом. Местные власти кинулись устранить недостатки. Но после этого стало только хуже. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию в квартирах, застройщики в срочном порядке просверлили в стенах огромные дыры. Тяга у нас зависит от погоды, от направления ветра, куда ветер подует, с той стороны и тяга будет. Когда дырки сделали в этой, что ли, ну ничего не изменилось. Я сразу сказала, вытяжка как была, так когда ветер откуда дует. Но самое страшное то, что до сих пор неизвестно. Существует ли опасность утечки бытового газа? Документов, подтверждающих то, что нововведение позволило решить главную проблему, жильцам никто не предоставил. На данный момент ничего не происходит. У нас с администрацией вообще слабо реагирует. Та же самая проблема не устранена до сих пор. Рагина случилась в одном доме, а на мой случай в любом из этих домов. Таких новостроек с неправильной вытяжкой в Бирске полтора десятка. То есть около двух тысяч местных жителей могут погибнуть в любой момент. В Нижегородской области по факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело. Денис Щербаков, Красная линия. Ответственность за гибель людей в российских регионах без сомнений лежит на чиновниках. В местных бюджетах всегда не хватает денег на жизненно необходимое. Может быть вопрос в коррупции. Подавляющее большинство россиян убеждены в коррумпированности органов власти в России. Об этом говорят данные опросы проведенного социологами Левада-центра. 87% респондентов считают, что должностные лица так или иначе берут взятки. Президент о проблеме знает. Эту тему он затрагивал и в последнем послании к Федеральному собранию Российской Федерации. Они действительно, эти вопросы волнуют общество. Коррупция – препятствие для развития России. Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны предоставлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе и зарубежных. Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах подряда, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей, близких лиц. При этом почти половина опрошенных указала, что Владимир Путин не сможет искоренить взяточничество в России. Об этом заявили 44% респондентов. Это рекордная отметка за последние четыре года. В КПРФ разделяют точку зрения президента, что с коррупцией можно и нужно бороться. Но считают, что на общественное мнение о способности власти противостоять коррупции повлияли громкие судебные процессы по делу оборонсервиса. И один попал под амнистию, якобы он там тайный герой России оказался. Вторая не просидела и одного дня в тюрьме, хотя и тот, и другой были осуждены. Посмеиваются, улыбаются, поют песни, рисуют картины и танцуют. Вот на этом примере народ и разуверился. Он не понимает, как по доказанным эпизодам на высшем уровне, знающие, что разворованы, вся страна гудит, парламент не хочет в лице Единой России, Государственной Думы, создавать комиссию по расследованию совершенных преступлений в высших эшелонах власти. В высшие эшелоны власти, значит, они наказаны и, более того, имущество не конфисковано, живут припеваючи. Вот на одном этом примере можно просто убить веру у граждан Российской Федерации в то, что есть, будет борьба с коррупцией. Президент России Владимир Путин подписал закон о списании почти всего долга Узбекистана. Ташкент выплатит только 25 миллионов долларов вместо 800. Отметим, что это далеко не первый государственный долг, который наша страна списывает за последние годы. Коротко о других российских новостях. Ситуация, в которой оказалась Россия, это не временные трудности, а новые координаты, в которых нашей экономике предстоит развиваться. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, российская банковская система устоит при любых внешних шоках. Служащие войск Национальной гвардии России будут иметь право применять силу и оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим военнослужащим. Об этом говорится в проекте закона, направленного в Госдуму. Региональные власти приступили к исполнению поручения президента Владимира Путина по изъятию сельскохозяйственных земель, которые не используются по назначению, пишут ведомости. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий регионы выкупать участников неиспользуемой сельхозземли за 40% их кадастровой стоимости. По словам экспертов, из-за новой обязанности регионы могут столкнуться с трудностями в формировании бюджета. На Камчатке работники предприятия «Дальспецстрой» при «Спецстрое России», строящие береговую инфраструктуру для новых ракетоносцев проекта «Борей», грозят забастовкой. Поводом стала задержка заработной платы сотрудникам с января текущего года. Кроме того, в общежитии, где живут рабочие, отключили электроэнергию. Крупнейший автоконцерн России «АвтоВАЗ» сократил количество рабочих дней на производственных линиях. Как сообщает агентство «Интерфакс», трехдневный график будет установлен на конвейерах по сборке таких автомобилей, как «Лада Калина», «Гранта» и «Приора». Известно, что данная мера позволит избежать массового сокращения персонала. Орден Красной Звезды, бывший когда-то одной из самых почетных наград, сегодня празднует свой день рождения. Постановление о создании ордена было принято в 1930 году. А первым награжденным стал командующий особой дальневосточной армии Василий Блюхер. Он получил орден за урегулирование советско-китайского конфликта. О других героях, получивших Красную Звезду, и о том, почему их забыли, в материале Сергея Смирнова. Орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Советского Союза. Но от этого не менее почетная. Ведь вручали ее только за личную храбрость. Больше всего орденов получили солдаты и офицеры Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Почти 3 миллиона человек. Один из тех, кто за свои боевые подвиги получил Красную Звезду – житель Перми Петр Михайлович Алоунов. На фронт его призвали в середине 43-го. В ускоренном порядке обучили на снайпера и отправили на фронт освобождать Прибалтику. Несмотря на то, что коренной перелом в войне уже произошел, бои велись крайне кровопролитные. Порой на взятии одной высоты, вспоминает Петр Михайлович, уходило по две недели. Немцы постоянно контратаковали. Мы остановили движение фашистов, находясь в этом состоянии. Мы встретили фашистов и не дали им продвигаться дальше на нас. Когда советские войска уже окончательно сломили сопротивление врага и начали наступление по всей линии фронта, Петр Михайлович получил ранение. Попал под обстрел шарапнельной бомбы и оказался очень серьезно поврежден. Получив тяжелые ранения, герой не выпустил из рук снайперской винтовки, обеспечивая наступление своих сослуживцев. За это Петр Михайлович и получил орден Красной Звезды. Тогда красноармеец и не думал, что через много лет подвиги советских воинов потеряют свою значимость. Да сейчас все это замазано уже, все это ушло в прошлое, все предпочтение отдается, как зарабатывать, как получать зарплату, практически все это ушло в другую сторону. Почему ветеранов сегодня вспоминают только по праздникам и что личная храбрость означает в наши дни? Об этом уже в следующем выпуске программы «Тема дня». Всего вам доброго, до свидания.